Билеты в кино. Добавочная стоимость 192%. Попкорн 900%. Стакан содовой. Добавочная стоимость 1400%. Друзья, и это только три простых примера, в которых люди переплачивают огромные деньги. Сегодня в нашем видео мы поговорим о вещах, аксессуарах и других вещах, где высокая добавочная стоимость. Так что вы будете знать, где можно сэкономить. Давайте откровенно. Я как бизнесмен понимаю, что компаниям необходима добавочная стоимость, чтобы делать прибыль. Это нормально. Но если вы понимаете, сколько они добавляют к стоимости, то как потребитель вы можете использовать эту информацию для переговоров, чтобы получить скидку, лучшую цену и сохранить деньги. Об этом наше видео. Сперва поговорим об одежде и аксессуарах. Индивидуальные костюмы. Какая добавочная стоимость тут? Примерно 100-200%. Это, пожалуй, конец нашего списка. Если взять дизайнерские костюмы, то маркап тут уже составляет 200-400%. Разница в том, что первый сделан лично под вас, а второй идет на массовый рынок. Добавочная стоимость духов от 100 до 500. Дизайнерские туфли в среднем 354%. Дизайнерские джинсы 650%. Далее давайте обсудим ювелирку. Поговорим о кольцах, браслетах, ожерельях и часах. Добавочная стоимость тут будет примерно от 200 до 1000%. Часто это бывает с золотыми кольцами, чем с серебряными или металлическими. Когда речь заходит о драгоценных камнях, то тут идет самая высокая наценка. Если говорить о самой большой наценке в мужском гардеробе в 1329%, то это будут дизайнерские очки. Я догадываюсь, что вы подумаете. Я ношу очки, моя жена носит очки, мой сын носит очки, те, о ком я забочусь, носят очки. И я не хочу переплачивать такую бешеную наценку. Итак, вы собрались в путешествие. Давайте посмотрим, какие наценки вас ожидают. Билет на самолет, наценка 388%. Международные перелеты, это еще дополнительно 200%. Мини-бар в отеле, как минимум 400%. Да, это упаковка M&M с 10 долларов. Ааа, вы забыли вашу зарядку для телефона. Угадайте, 672% наценки только за эту вещь. Все еще не купили билеты на концерт? Упс, кажется, все продано. 2873% наценки от изначальной цены. Последний, но не менее важный пункт для путешественника. Вы только что превысили ваш трафик. Что теперь? Вам придется платить за смс-ку, чтобы ваша жена знала, где вы будете ее ждать после концерта. Наценка за эту смс-ку будет 5961%. Ну как, эта смс-ка пощекотала вам нервы? Надеюсь, нет, потому что я еще не закончил. Вы пошли выпить и заказали бутылочку вина. Вы хотите расслабиться и провести приятное время с друзьями. Угадайте, наценка в 400%. Слишком много, знаете, мне не нужна целая бутылка. Возьму бокал. За него от 400 до 800%. А что, если я буду пить только пиво на розлив? Угадайте, друзья, 694% наценки. Боже мой, Антонио, эта добавочная стоимость безумна. Просто принесите мне микс из напитков. 1150% наценки. Хорошо, с меня хватит алкоголя. Налей просто содовой. 1150% наценки. Вау, вот это действительно сумасшедшие наценки. Ну, в целом, я понимаю, компании должны оставаться на плаву. Но, тем не менее, мне предстоит поездка. Мне надо быть вменяемым, так что я возьму себе вкусный мокко. Но ведь, скорее всего, там будет огромная наценка. Возьму простой кофе. Но у него наценка 1000%. А если бы я взял тот мокко, то наценка могла бы дойти до 3000%. Что вы думаете, друзья? Может ли наценка на напитки быть еще более абзурдной? Мой ответ – да. В топе нашего списка это простая бутилированная вода. В зависимости, какую вы покупаете, наценка может быть от 2000 до 4000%. Далее поговорим о вас, студенты-трудяги, и как вас обтирают. Начнем с ваших учебников. Учебники в среднем имеют наценку в 163%. Честно, я думал, будет гораздо выше. Но я уверен, что есть такие книги, которые имеют наценку в 300-400%. Но в среднем – 163%. Далее у нас идет чернила для принтера с наценкой в 300%. Нужен стол для квартиры и кровать для спальни? 400% добавочной стоимости на мебель. Этот модный калькулятор, который делает расчеты – TI-83. Друзья, чтобы вы знали – 892% наценки. Все становится еще лучше, когда вы выпускаетесь. Вам надо купить четырехуголку и мантию. Что ж, наценка – около 1000%. Все это по сравнению с дополнительными уроками, которые помогают вам подготовиться к экзаменам наподобие ЕГЭ и бакалавр. Добавленная стоимость достигает 3082%. Не так плохо, верно? Следующий список. Я не знал, как его характеризовать, кроме как «Вау!». Гроб. Наценка – 350%. Честно, я думал, что наценка будет гораздо выше. Так что не так все плохо по сравнению с остальным, что мы уже видели. Вызов на линию психологической поддержки. Наценка – 9186%. Теперь я даже не знаю, что и думать по этому поводу. Легально? Мне кажется, что нет. Ну и вот еще. Лечебные кристаллы. 2 493 828%. Эм, не знаю, они это посчитали. Звучит законно, разве нет? Хорошо, господа, хочу услышать от вас в комментариях под видео, как вы поступаете с наценкой. Как вы экономите деньги, когда сталкиваетесь с такими большими наценками, о которых мы сегодня говорили. Я хочу это услышать и научиться чему-нибудь от вас.